Ну, все же, в карте человека, нумерологической, видно продолжительность жизни или какое-то прекращение этой жизни? Да, да, нет, мы не рассчитываем, когда человек уйдет из жизни. Почему? Потому что, когда человек уходит из жизни, потом смотрим его карту, мы можем понять, почему он ушел. Но мы не можем предсказать, что человек уйдет. Опять же, почему не можем предсказать? Потому что только высшие силы определяют, нужно дать человеку еще шанс. Или уже все, у него нет шанса. Не мы, не карта, а именно высшие силы. Мы можем понять, почему. А у вас, вот недавно ушел один человек из жизни, достаточно известный человек в определенных кругах, но тем не менее известный. Скажите, вы можете посмотреть, почему он ушел? Вот я вам сейчас дам его дату. Да, давайте. Хотя, примерно. 25 мая 1949 года. Там по циклам, у него последний цикл, цикл развития, когда жизнь требовала от человека перемен, выхода на новый уровень. То есть ему нельзя было оставаться тем, каким он есть. Нужно было выходить, развивая новые качества, способности, умения. Пятерка у него в последнем цикле. Выходить на новый, на новый уровень. Это раз. И точкой опоры у него была девяточка. А девятка в точке опоры, это означает, ему нужно было сосредоточиться на служении миру и быть готовым на агрессию отвечать любовью. То есть трансформировать агрессию в любовь и, становясь объектом агрессии, делать так, чтобы люди рядом с ним превращались из агрессора в любящее создание. Это вот такая интересная задача по девятке. Когда мы к людям по-хорошему, а они к нам по-плохому. Почему? Что видим? Любви в сердце не хватает. И это самая сложная, кстати, жизненная задача, когда приходится с людьми так строить отношения, чтобы они отказывались от своей собственной агрессии. И у них появлялось желание и стремление служить миру и делать этот мир лучше. То есть у него была задача служить миру, делать этот мир лучше, в особенности превращая агрессора в любящее создание. И у него был урок по пятерке, по развитию. Поэтому если человек уходит из жизни раньше срока, то мы смотрим, какая из этих задач не была решена. То есть нужно посмотреть биографию человека, увидеть обстоятельства его жизни на этот момент. И там либо вот он с агрессорами не справился, либо в собственном развитии он остановится, причем очень серьезно. Ну это если навскидку, потому что надо вообще-то по серьезному карту составлять, да, и смотреть все показатели. Ну вот по дате вот это можно сказать. Ну у нас сегодня нет конечно на это время, но я могу назвать имя этого человека, возможно оно не всем знакомо. Но мне, допустим, знакомо очень хорошо, поскольку я родом тоже оттуда, откуда был он. Звали его Леонид Баркевич. Слышали такого человека? На слуху, но сейчас не вспомню именно детали его личности. Купалинка, Купалинка, темная ночка, ну и так далее. Да. Леонид Баркевич, солист песняров, очень известный. Олеся, Вероника, Купалинка, и я очень хорошо знаю лично, я, ну я был около этих кругов, вот, и я, собственно, ну я из Минска, так сказать, поэтому я знаю все. Я знаю все песни наизусть, кстати, до сих пор помню все песни и песняров, вот, на белорусском языке, разумеется. Так вот, он в свое время жизненный путь такой. Он был, значит, в составе песняров, конечно, явным там Владимир Гулявин был. Но дело в том, что он был женат на известной Ольге Корбут, мировой олимпийской чемпионке, и он переехал в свое время в Соединенные Штаты. Жизнь там, как я понял, не сложилась, деталей я не знаю, вместе с Ташипаровым, кстати, вот, и он вернулся. Но у него, вот, то, что я, допустим, смотрел, тоже очень вскользь, я не составлял никаких, но вскользь я посмотрел биографию, вот, и я вижу, что там Пятерка присутствовала очень серьезно, действительно, очень серьезно, то, что в этом абсолютно так оно и есть, и его Пятерка, это, короче говоря, его натура была очень и очень щедрая, он отдавал. Но то, что вот вы сейчас сказали, эта интерпретация очень такая, я знаю, как бы, запулись на какие-то еще вещи, интриги и так далее. То есть, после того, как умер Мулявин, то песняры, понятно, они распались задолго до этого, я всю эту историю как бы знаю, но начали создаваться на фоне его популярности и на фоне его личности Мулявинской, начали создаваться другие песняры. И там было, одновременно гастролировало, и, в общем-то, было три состава песняров, три, не два. Сейчас уже даже есть два. И вот, когда он вернулся, естественно, он у истоков, ну, там разделились, там, Месевич там был, пошел в одну сторону и так далее, и начались козни, вот в чем дело. И началась действительно агрессия, потому что напротив, соответственно, против, то есть человек не в ведической культуре, будем говорить так. Поэтому это он воспринимал как личные какие-то оскорбления, какие-то личные вещи. И, конечно, это очень-очень давалось ему тяжело. И вот это было камнем, потому что сколько? Сегодня 72 года – это ничто, на самом деле, это срок очень небольшой. Да, это в самом расцвете, на самом деле. Да. Но очень интересная личность. Это было я, так сказать, оттуда, можно сказать, это было, так сказать, это утрата для искусства, для музыкального Беларуси, Большей Беларуси, Беларусь. Вот. Ну, вот такие дела. Но интересно.